Что, начинаем нашу живую историю? О, ехали! В общем, у нас тут свеженькая история приключилась. Волосы липкие после моря, сегодня на море купались. Ну, пусть у меня сегодня вот такая прическа налево стоила. Чок-чок-чок. Море мне сегодня создало такие локоны. Не будь чокой. В общем, у нас свежая история живая. Да, послали нам, да. Послали сыра в воронину, да? И, в общем, разобрали мы эту ситуацию и с вами мы хотим сегодня поделиться ей. Она прям свежая, в смысле, из наших таких событий жизненных. Не, мы решили, что пора ее в мир передать. Пусть она там помогает другим людям. Да, мы авторов не будем называть. Ну, да, мы без имен ее расскажем. Благо мы с тобой прям все лучше и лучше это рассказываем, да? Ну, просто можем привести пример, пример привести, когда люди на кого-то обижаются или что-то им не додали или или еще что-нибудь, и они начинают наговаривать различные проклятия, запугивать у тебя... Искать виноватых, крайних. Искать виноватых и говорить... Для кого переслать эту ответственность? Говорить то, что... Я точно не виновата, значит, кто-то другой виноват. Возьмите себя на совесть тогда, вам это вернется. Будете бомжевать. То, что вы не исполняете то, что было договорено. Или исполняете не в тот срок, который я хотел. То есть, вторая сторона не отказывается от обезаписки, но не исполняет в тот срок, который хотелось второму. Записано, все продублировано. Так что же произошло-то, да? Да. Ну, что произошло? Просто были некоторые обязательства перед человеком, а он решил... Финансовые обязательства. Их немножко преувеличить. Добавить это, добавить то, добавить всякое, добавить еще что-нибудь. Ну, кидайте еще сверху. И объяснил это тем, что раз есть... Он еще это называет долгом. Раз есть долг, он имеет свойство увеличиваться. Да. И не важно, что вы уже переехали в другой дом, что у вас уже тысячу домов сменили, не важно. Что в этом доме живет другой человек, хоть он и по нашей рекомендации, но вообще-то мы за него ответственность не несем. Но он решил сам приплюсовать к этой сумме оставшейся, которую нам важно запустить. Хотя он приезжал и видел и нас, и ее, и все остальное, что было там. И ничего не сказал в тот момент, когда он приезжал. Его все устроило. Его все устроило. Он уже договорился с новым жильцом. Мы завершили свои дела. И мы просто сказали, что вот эту сумму мы постепенно отдадим. Мы постепенно отдадим. По мере своей возможности. И все. На этом мы и сошлись. То есть он получил новых жильцов. Можно сказать, поставили печать словесно. Он получил новых жильцов, мы получили свободу и переехали в другое место. Он лично с этим человеком познакомился. Они написали договор. То есть никаких к нам претензий не было. Ну, по крайней мере того, что выявили. И все. То было все исправлено. Все мы мирно поставили на точки. И тут проходит сколько? Ноябрь, декабрь. А, это раньше он в сентябре же проезжал. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. И уже половина апреля, да? То есть шесть с половиной месяцев проходит. И вдруг выясняется, что тот жильц, который у него жил, что-то там натворил. Да. И так как мы его рекомендовали, мы в этом виноваты. И якобы это наша ответственность. Хотя мы не рекомендовали, а просто сказали, вот у нас есть новый жилец. Который готов здесь шить и плазить. И чтобы Дмитрий никого не искал, мы можем передать вам трубы. И имена. И не надо имен говорить. И мы просто передали этому человеку этому человеку? Ну, мы передали владельцу дома контакт человека, который там заселился. Все. Да. Договора, они ответственности сами прописывали. Уже без нас. Без нас. Без нас. И тут через шесть с половиной месяцев. Через полгода. Когда на носу лето. И он почувствовал, что тут нужно готовить дом к лету. И вообще-то его не устраивает этот жилец. И он хочет поднять стоимость в два раза на дом. Он объявил. Откуда мы знаем? Насколько? Мы не знаем, насколько это предположительно. Просто лето, сезон, нужно других найти, которые будут платить больше. Скорее всего. Которые будут платить по полной программе. Мы так решили. Ну, потому что в том году так было у него, по крайней мере. Он решил, что нужно что-то с этим делать. И еще найти людей, которые... Уберутся. Уберутся. Все отдраят. Сделают генеральную уборку в доме. Все то же самое, что мы сделали когда. То, что мы в прошлый раз сделали бесплатно. Потому что мы заехали и дом был в неприглядном совершенно состоянии. Его нужно было отдраивать. Весь двор почистили. Постригли газон. И тут выясняется, что... Дом после собаки убрали. Там шерсти было. И блохи мы только выгоняли. Клопов. Там вагон был. Выгоняли только, наверное, месяц. Всякими средствами. И тут выясняется, что у него претензии связаны с какой-то там якобы не уборкой. Хотя это уже не к нам эти вопросы. И он накидывает еще там сверху 30 тысяч. Ну просто вот так вот. С чего-то. Всего. Всего, да? То есть у нас там осталась выплата 9 тысяч. И 9 тысяч вдруг превратились в 30. Ну просто. Потому что он так решил. На ответ, Света Владимировна, о том, что это уже ваша ответственность. Что у вас там в доме происходит. И с жильцами, которые там живут. Мы никакого отношения не имеем. И тем более это нам ни сват, ни брат, ни дочь. Какой бы и брат, и сват бы. Если даже и так. То есть вы все равно, если даже и дочь. Подписывали с ним договор, а не с нами. Мы никакого отношения к этому дому не имеем. С вами все это решили. Если у вас испортились отношения между тем жильцом, который сейчас живет. Мы в этом не виноваты. В общем, мы пошли в отказ. И не согласились на то, чтобы бежать с ломя голову. Там все убирать. Все чистить. И еще бесплатно это делать. И еще заплатить ему сверху 30 тысяч. А, ну нет. Он сказал, что давайте 4 тысячи я вам заплачу. Так и будете. Вы придете и уберетесь. Наша уборка. Ну, я посмотрела, кстати, по дому, да. Там на апрель стоимость 75 тысяч рублей. И ту конструкцию, которую мы там поставили, он тоже, когда он приезжал, он тоже не был против. Не был против этой конструкции. А через полгода он решил, что… Это все надо убирать. Что это нужно убирать. Угу. Вот. Ну, мы шатер там строили. Есть Ленин. И, в общем, что в итоге я сказала? Я говорю, Светлая Дзиммер, тебе важно… А, и он в итоге, в общем, понял, что делать мы это не будем, ни за какие-то 4 тысячи. И последнее, что у него осталось, это сманипулировать и послать в нашу сторону проклятие. Вот. Подобить нас на совесть. Все, кто нас кидали, либо болели, либо умирали, либо в нищете жили. Он так запугал нас. Да. Вот. Ну, что я Светлая Дзиммер сказала? Говорю, перестань брать чужое на себя. Это его ответственность, что он так вот это все сделал. И пусть сам за это отвечает. Соответственно, проклятия, которые в эту сторону насыпались… Да, у нас осталась небольшая обязанность перед этим человеком. И это ничего не значит. Это и все. И все. Мы ее выполним в том режиме, который у нас в нашем мире прописан. У нас есть перед собой правила обязательства, и мы это делаем. Но это не значит, что нужно сломя голову бросать все и все деньги отдавать, чтобы только тебя не проклинали. Если ты один раз обосрался, то что, ты на всю жизнь говнюк, что ли? И, в общем, я говорю, перестань брать на себя… Все обсирались в детстве. Да и взрослые тоже обкакиваются, а бывает расстройство. И есть формат очищения, когда из тебя все это выходит. Если мы раньше были не очень такие… Ответственные в чем-то. Ответственные. Не умели распределять доходы. И то, что мы были вынуждены идти на некоторые условия, то сейчас нет. Мы сейчас… В общем, я в этом процессе что увидела? Что в данном случае владелец дома, с которым у нас денежное такое обязательство осталось, он хотел найти крайнего, кто все это отработает. Ему не придется из Новосибирска приезжать в Сочи и все это тут решать. И ему еще за это тройную цену заплатят. И я сказала, что нужно поставить точку наконец-то и перестать чужие вот эти вот вещи брать и отрабатывать самому. Ну, с чего бы? Пусть он сам это отрабатывает. Пусть он сам понимает, почему у него в жизни так происходит. Почему с ним вообще вот такие отношения происходят? Что что-то у него там в доме ломается, рушится. Он много историй рассказывал, как его строители все время то не так сделают, то кидают, то своруют что-нибудь. Ну, может быть, это его мышление так этому способствует? Может быть, не люди виноваты, а он сам? И, в общем, если бы, вот, ну, скажем так, по старой памяти вестись на эти манипуляции и на страхи, то что происходит? Ты воспринимаешь на себя все то, что тебе притащили. То есть у него там гора негатива, и он принес такой, говорит, возьми, прими ее, это твое. Ну, просто он так сказал, на самом деле. Я говорю, это не твое. Пусть сам это отрабатывает, верни ему обратно. А если нужна помощь, то нужно прийти к энерготерапевту, в данном случае к Свету Владимиру, и попросить об этом, помоги, там фигня у меня в доме, нужно почистить дом, пространство, землю, я не могу выселить жильца, я готов тебе за это заплатить. Но нет, он этого не сделал. Он пришел и через чувство вины решил, что я сейчас перекину на другого всю свою гору негатива и денежные вот эти обязательства. И огромное количество таких вот манипуляций через страхи, через проклятия действуют на людей. Не ведитесь на это, умейте отражать. Мы на энергетических практиках помогаем и делаем энергетическую решетку человеку, чтобы такого не было. Чтобы вы перестали вестись на эти манипуляции, страхи и запугивания. Потому что это не прекратится, пока вы не научитесь действовать по-другому. И Свет Владимир сделал практику, в которой просто автоматически теперь это будет все возвращаться туда, откуда она отправилась. Меня тоже ловили на это, у меня была ситуация, ну их было много, то есть у меня очень много было манипулятивных таких историй, где меня на страхах ловили, на чем только нет. И спасибо моим учителям, их было много, они были очень мощными. И когда я изучила глубоко вот эту суть, как это происходит и какая еще отработка за это происходит. Ну вот последнее, что у меня случилось, то есть в суде я когда была по поводу детей, я поняла, что меня в ловушку поймали, что я могу выйти из судов живой. Ну как бы шанс, что я буду потом жить, есть гипотетически небольшой, маленький процент, но он есть. Но чтобы меня выпустить из судов, мне важно было признать всю вину, которую на меня написали. А там было много лжи, то есть я вот этот негатив и все то, что там наработано было в роду негативного, вместо того, чтобы они сами отрабатывали, я взяла на себя, представляете? Вот. Ну я сказала, хорошо, окей, пусть так будет. Я понимала, что там будут темы, а у меня никогда не было долгов, что это тема с долгами, и у меня минус 2 миллиона после этого как раз и прилетело, что это большие проблемы со здоровьем, и это опасность, что ты вообще умрешь. И это психические расстройства, ну, короче, там могу долго продолжать, и невозможность там в социуме реализоваться. Ну то есть там вот в целом такая очень сильная глубокая яма происходит. И меня поймали на этом. И после этого я сказала, все, больше, чтобы я на себя это брала? Нет. Вот сразу пусть оно отражается и уходит туда, откуда оно пришло. Пусть люди в усиленном варианте это получат, первое, а второе научатся действовать по-другому, потому что проклятиями и запугиванием ты ничего созидательного в этом мире не несешь. Иди поработай со своим мышлением и научись добро мыслить, любить людей и создать такие правила в своем мире, чтобы у тебя такого не происходило. А не искать виноватых и тем более на других вешать свои обязательства и на них переводить все эти негативные чувства, которые ты скопил. Поэтому задача вот энергетов, энергокоучей и таких специалистов, которые добры своим сердцем, огромные душой и у них много ресурсов. То есть я говорю, ты что железный, ты опять это на себя решил взять? Они так и будут приходить и говорят, забери вот это иди от работы, вот это иди от работы. Ну то есть быть помойной ямой постоянно, тогда всегда будешь в минусах, ну либо на нуле как вариант. Ну уж точно в богатстве, изобилии, процветании на этом не выйдешь. Пусть люди сами научатся отрабатывать, тогда они смогут вырасти духовно. Иначе нас ограничивают очень в этом. То есть не надо жалеть вот эту вот жалость, я сейчас вот спасу их. Не надо. Поэтому знайте просто, что теперь тут такие настроения. Пока вы сами себе, пока вы не позволите, на вас никто ничто не может наложить. Да, да, да. Если вы проседаете и позволяете тому, что вам... На вас накидывают. На вас накидывают, это будет происходить постоянно. Пока вы не научитесь отражать это обратно. Пока вы не научитесь защищать свою ауру, а свой коком не создадите. Ну а по поводу прошлых обязательств, да, то есть здесь ситуация такая. Нужно просто в своем мире правила проработать, в каком порядке, кому что делаешь выплаты. И в том размере, который возможен, а не так, как себя требуют. Да, ты не укладываешься, у тебя там что-то случилось, у кого-то со здоровьем случается, у кого-то там еще какие-то моменты. Но никто от этого не застрахован. Ну что, из-за этого теперь помирать? Ну что, из-за этого проклятие насылать? Другая участница у нас тоже там проявила так себя и стала как раз проклятие насылать. Но вернулась ей это этими же вещами, то есть когда ее в сущности просто стали сжирать. То есть то, что она направила в нашу сторону, ей вернулось этим. Зачем, спрашивается? Поэтому думайте, прежде чем вообще желать людям дла, сейчас в новых энергиях вообще это очень быстро все происходит. Желайте людям добра. И он вернется. А если что-то негативное произошло в жизни, идите у себя, смотрите, что вам в себе менять и что... Почему это произошло? Почему? Для чего? Как я этому способствую, что в моем мире такое происходит? По каким таким моим правилам со мной так поступают? Когда мы нанимаем человека на работу, и если этот человек что-то натворил, украл, сломал какой-то завод, я не знаю, разрушил всю мебельную фабрику, да? Во-первых, эта ответственность лежит на директоре и на тех людях, которые этого человека наняли. Все. Конечно. Не этот человек. Они же его впустили, доверили ему. Кто впустил в пространство этого человека, того и вина. Не надо этого человека винить. Он пришел для того, чтобы что-то показать. Что у вас тут можно украсть. Смотри. Что у вас тут можно сломать. Что у вас тут можно еще что-нибудь, еще что-нибудь. Этот человек лишь как отражение того, что у вас тонко. Где тонко, там и рвется. И не тот человек виноват, который натворил это все. А тот, кто не предусмотрел это. Его лишь можно поблагодарить и все. Да. Наоборот, надо благодарить людей, тех, которые показали, где тонко. С ними, конечно, важно расставаться. Люди, которые к нам приходили, тяжелые люди, потому что мы с тяжелыми людьми работаем. А кто-то нам пространство взламывали. Кто-то систему вообще просто в ноль клал. Нет, люди виноваты. Мы просто этих людей опустили и не были просто к этому готовы. Все. И мы благодарим тех людей, которые показали то, что у нас система непрочная. Ну, в тех местах, где они это показали нам. И все. Они были тестировщиками. Каждый раз, когда ты принимаешь это с благостью, ты становишься сильнее. А если ты это посылаешь на других, то что они виноваты. Все виноваты, кроме тебя, то это тебе возвращается еще раз, еще раз, еще раз. Многократно причем возвращается. Пока ты не поймешь и не отблагодаришь то, что происходит. Почему у меня это происходит постоянно? Почему у меня это происходит постоянно? Так ты прими это. Так ты урок не можешь пройти никак. Просто прими этот урок. И все. С благостью скажи. Благодарю, что у меня этот человек украл. Благодарю, что у меня этот человек что-то сделал. Благодарю, что он там изнасиловал. Пятое-десятое. То есть, благодарить нужно каждого человека за благость, и за плохое, и за хорошее. Какие мои мысли привели к этому? Ничего плохого и хорошего нет. Это просто случай. Так должно быть. И все. Ну, это нам дано, чтобы мы корректировали свое мышление как раз. То есть, сделали его созидательным, сияющим, светлым. То, что все материальное у нас, оно происходит вследствие наших мыслей. То есть, мы так и думали об этом. Но так и подтверждается. Вот, смотри. По сути своей, мы в игре. То есть, все... Вы в главной роли. А все остальные это как... Зеркало. Пешки этой игры. Неужели мы будем в GTA обвинять какого-то человека, который мимо там проходил и сбил вас или кинул под машину, да? Нет. Вы в этом мире главный. И вы руководите этим миром. Если что-то происходит, это все по вашей вине. Это все сделано вами. Если бы вы не зашли в эту игру, никто бы вас не сбил, никто не убил. Если бы вы не подошли туда, если бы вы не сделали этого, если бы вы не пустили этого человека, если бы вы не сели в эту машину. То есть, любой ваш шаг – это ответственность за вами. Все. Поймите вот это, то, что любой ваш шаг – это ответственность, это ваша ответственность. Все. Никто за это больше не отвечает. Вот сейчас мы вышли в эфир, это наша ответственность, потому что мы вышли, мы нажали на кнопочку. Если мы не выходим в эфир, это наша ответственность. Мы, значит, обманули себя, то, что выходим каждый день 8 часов. И все. Никто в этом не надо, кроме нас сами. Да, и я вообще не ухожу в вино. Вот у тебя все вина, вина, вина. Ответственность. Да. Вина – это низкие вибрации опять включаются. Перед собой. Да, мы несем ответственность, как взрослые. Это же наши правила, наш мир, он вот такой вот. И у нас это так происходит. А у другого – другой мир, он верит в другое, у него все другое. Да если посмотреть вот взрослая позиция и детская позиция, кто будет обвинять? То есть в детской позиции всегда ребенок обвиняет других, да? Мою игрушку сломали, мою это сделали. Он ищет, кого он, значит, ответственным. Ну, потому что он ребенок. Он ребенок, он всегда ищет. Где взрослый, который будет за это отвечать, да? А взрослый что делает? Он следит, чтобы это не произошло. Ну да. Он следит, чтобы это не произошло. Если даже что-то произошло, всегда вина взрослый, а не ребенок. Отвечает, говорит, ну хорошо, что-то сломал, ну смотри, вот так произошло, да? Так что если вы кого-то обвиняете, вы в детской позиции. Если человек, о котором мы сегодня говорили, он руководитель, ну представляйся, у него структура целая, и он со всеми так себя ведет. По-детски. Ищет виноваты. И это, ну, такое насилие, подавление на самом деле. И люди просто, подчиненные от этого сбегают. Ну, просто сбегать начинают. Вроде-то сначала начиналось все неплохо, а потом вот так. И он не будет понимать, почему. А потому что они не могут ему даже донести, потому что он же всегда прав. И он всегда ищет виноват. Не он сам. Не он привлек этих рабочих. Не он привлек этого охранника, предположим. Не он купил этот инструмент, который сломался. И получается, пока он не встретил нас, кто прям реально вот твердо ему отказали, даже причем на его просто очень мощные еще и проклятия от его рода. У него жена еще и маг. Ведьма. Вот. То есть ему не было, скажем так, отказа. То есть все его боялись. И у него манипуляции эти срабатывали. И тут, надо же, не сработало. Да что это такое-то? И пусть это будет для него очень трансформационно. Ну и плюс он знал, что мы блогеры. Что мы это можем рассказать. Ну а нам важно это рассказывать. Так что, прежде чем пойти против блогеров, подумайте. это может выйти потом в сеть. Да. И это вернется трижды. А может и в десять раз больше. Ну что, ты испугался его, проклятие-то? По чесноку. Не, ну, было такое старое. Первое какое-то чувство было. Да, то есть состояние такое, да? Что-то да, что-то, что-то это, что-то, что-то похоже. Мы неправильно что-то сделали, да? То есть хотел прямо на себя взять, да? Первое. Мы все закрыли, мы подписали договор. То есть все, мы там, он даже приехал, мы попрощались, пожали друг другу руки. Я думаю, мы там кучу подарков просто сделали. Там столько всего было сделано. И мы за этот денег не просили. Да. Хотя вот даже если за клиник взять и за то, за уборку сада, это можно было как минимум пятьдесят шестьдесят тысяч взять. Да, да, да. А, но мы за это не брали. Мы сделали это от чистой души. Ну, доброе дело сделали и все. Потому что мы хотели там жить красиво. Много хотелось, да. Мы туда приглашали людей, которые... На исцеление приезжали. Которые приходили к нам в благодарности, присылали. То есть мы это пространство сделали как временным своим домом. То есть мы там каждый уголок почистили, каждую паутинку убрали. С блохами боролись вместе, к целой. С блохами, да. Нам даже привезли из другого региона полынь, представляете? Полынь там раскидали. Ну, то есть много чего мы там делали в этом доме за эти два с половиной месяца. Ну, благодарность вот такая вот к нам прилетела. Перестарались. Нет, мы все равно будем так делать. Мы всегда так будем делать. В любом положении. Нам, наверное, без разницы, кто что-то что скажет нам в ответ. Мы это делаем для себя и для Вселенной. Потому что мы как доктора, как гипнотерапевты, как энергокоучи, мы стараемся делать всего благо. Энерготерапевты. Энерготерапевты. Вот то что-то ты как-то нас не так назвал. Название-то лишь форма. Самое главное, что мы чувствуем и что мы делаем. Потом-то вот здесь пук прошел, он был короткий как-то очень. Ну как, осадок все равно остался. Просто неприятно то, что вот когда ты с человеком вроде бы на доброй ноте, да, как к папе относились. Папа приехал к нам и вот, можно сказать, всю вину свою переложил на нас. И меня. Ну вот так вот бывает. Ну мы сейчас научаемся, знаете, ну открыто уж говорим, да, в живых историях о том, как мы живем, какие вещи проживаем. Вот это действительно из-за ямы выбираться очень непросто. Это вообще искусство и мастерство. И тут набор качеств, которые у нас в паре есть, ну я считаю, что мы очень достойно справляемся. Очень достойно. И вот когда приходят такие проверки, в данном случае мы же, как энергетам, мы больше по духовности смотрим эти процессы, да. То есть сущности налетели, чтобы, в общем, оставить нас там, где есть, да, вот в этом болоте. В этом прошлом, старом. И тут задача именно, а чему ты веришь? Ты полетишь вверх или останешься здесь? И у нас эти проверки, они проходят в те переходные периоды, когда мы взлетаем вверх. Когда летим вверх. Я сказала, все, давай лететь, а. Ну что? Пока мы сидим в болоте, нас никто не трогает. Только начинаем вылазить, нас сразу... Куда это? Куда это вы? Опять успех пошли. Так, а мы что? Вы у нас что, остались? Так, ну мы вам еще мешочек накидаем негатива, еще мешочек накидаем негатива. Бери, бери давай. Чтобы вам тяжелее было ползти. Так, бери туда, бери. Нет, пожалуйста, возьмите это все обратно. Это все ваше? И представляете, они наверх кидают, а мы сверху вниз. Кому тяжелее принимать тот груз, который накидывают. Это как глину кидать на рев. Она может до нас не долететь, но она по-любому вернется к отправителю. Поэтому, если вы с чем-то таким столкнулись, пусть эта история долетит до тех людей, кому это поможет. Да, вот сложный момент. Но если нужна наша поддержка, приходите на сессии по энерготерапии. У нас есть прекрасный курс «Вернуть себе себя», где мы глубоко с этим работаем. Ну и, конечно, программа «Обогати себя» — это онлайн-игра, на которой также мы чекрально вот эти моменты сложные по деньгам. И благодарим всех. По всему прорабатываем очень-очень глубоко с учетом своего опыта. Благодарим всех, кто насылал на нас плохое, кто насылал на нас хорошее, кто нас благодарил, кто нас проклятывал. Кто желал обновления, любви, кто желал. Всем отправляется в благодарность от сердца, от самого. Примите нашу благодарность, нашу любовь. Пусть не в этой жизни, а в другой жизни. Вас это научат. Когда придет это время. Что нужно за все благодарить. Все, что не пришло, за то, что пришло. За то, что мы творили, за то, что не творили. Это все равно когда-нибудь нас догонит. А мы были лишь зеркалами вашими. Просто смотрите на то, что вы посылаете. Если вы посылаете постоянно лучики благости и тепла, он вернется в благости и тепло. Если вы посылаете негатив, вам обязательно вернется негатив. Если вы кого-то проклинаете, вам обязательно это вернется в 10 раз больше. Так что, что вы пошлете? Что вы хотите в 10 раз больше? Смотрите на это Посылайте лучики добра И в 10 раз больше она вернется И не ждите этого А просто посылайте и все Вселенная Когда надо будет Она вам пришлет обратно Только когда надо будет Когда вам будет тяжело Когда вам может быть Что-то не будет не получаться Придет какой-то человек Вам поможет Придет какая-то новость Может быть сайт Либо реклама Присып посвятится Но вам всегда эта благость вернется В нужный момент Либо кто-то деньги вернет Когда вам нужно будет что-то оплатить Так что думаете, что вы посылаете Во Вселенную Оно может через год, через 10 лет Может через 30 лет это вернется И сразу Вы можете это посылать 10 лет наперед И вам через 10 лет, через 20 лет Только это может вернуться Либо какой-нибудь болезни Травмы Аварии Не хотелось бы, конечно, этого всего говорить Но это важно Это происходит Это всегда было и будет Причинно-следственные связи Важно наблюдать Все не случайно Все взаимодействует А сейчас скорости увеличиваются А бумеранг прилетает Практически тут же Да Так что Не в этой жизни Так в другой жизни Вы будете за это расплачиваться Благости вам и любви Добавить, Света Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok